Сегодня в Бишкеке должна была состояться крупная пресс-конференция на тему, что должно и чего не должно делать государство в борьбе с терроризмом. Однако накануне этого на ее главного организатора, известного мусульманского теолога Кадыра Маликова, совершено нападение. Неизвестные ножом порезали у лему лицо. Первое подозрение пало на фанатиков-радикалов. Милиция разыскивает нападавших. Объявлен план перехват. У теолога глубокие ножевые ранения в области шеи и лица. Ему сделали экстренную операцию, сейчас он находится в реанимации. В данное время состояние Кадыра Маликова оценивает как средняя тяжесть, но стабильная. Вольной находится в реанимационном отделении. До сих пор, да? До сих пор, да. Он поступил вчера в 19.50 на попутной машине. Родственниками доставлен. И выставлен диагноз. Резаная рана лица, множественная колта резаная рана лица, локтевого троска, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. А сколько швов наложили там? Швов мы не считали, мы туда косметические швы накладывали. Но длина раны где-то 15 сантиметров в длину и ширина в полу. Первое подозрение пало на фанатиков-радикалистов или членов группировки ИГИЛ, деятельность которых Кадыр Маликов постоянно осуждал. Местные СМИ изначально сообщили, что теолог убегал от нападавших с криками, что его хочет убить ИГИЛ. Правоохранительные органы квалифицируют нападение как бытовой инцидент. По данным милиции, выйдя из магазина, эксперт увидел, что выезд его автомашин не преградил автомобиль марки BMW. Маликов подошел к машине и попросил сидящих в ней убрать авто и дать его машине выехать, но получил отказ. Через некоторое время он повторно обратился к водителю и пассажирам BMW, после чего между ними разразилась ссора. По данным вести Кейджи, во второй раз теолог начал разговор в грубой форме. Слово за слово Маликов выточил газово-травматический пистолет тех, что были в машине электрошокер. В итоге все окончилось дракой, в которую у Маликову были нанесены ножевые ранения. МВД сообщило, что автомобиль BMW уже найден установленной личностью владельцев, но они скрываются. Однако родственники улема не верят в случайное нападение. Мать Маликова рассказала, что сын постоянно получает угрозы. Коллеги теолога говорят о существовании реальной угрозы жизни людей, подвергающих критике религиозный радикализм. Кадыр Маликов возглавляет аналитический центр религия, права и политика. Он известен своей жесткой позицией в отношении радикалов и террористов. Поддерживал позиции России в борьбе с приверженцами религиозного экстремизма. Личное мнение, я сторонник жесткого решения именно по этим вопросам, по актам насилия над детьми, убийств, педофилии, сексуального насилия. В том плане, что не просто введение смертной казни, а именно я сторонник Раджима по шариату. То есть побитие камнями на спасти. При доказательстве, при условии, что если суд, то это просто моя вера. Я просто говорю о том, что те инструменты, которые заложены в шариате, они милосердные очень. Но в отношении, например, детоубийств, изувергов и так далее, что в нашей ситуации, конечно, введение смертной казни в реалиях наших невозможно. Сам Кадыр Маликов заявил, что его пытались устранить по заказу исламского государства. Слова из реанимации приводит Акипресс. Нападавших было двое, и один из них кричал Аллаху Акбар, Муртад. Я отвечал то же самое, начал кричать Аллаху Акбар и ввел их в небольшое недоразумение. Они продолжали носить удары ножом и старались запихнуть меня на заднее сидение своей машины. Я сумел выскочить из машины и, истекая кровью, просил помощи у проезжающих машин.